Вечный календарь Как наши предки книги оформляли Сегодня Из 360 праздников Я вам читаю 9 сентября Пимены Рябинники Также этот праздник называется Кукша Рябинник Пимен Пимены Это значит пространство меняющее То есть у каждого дня Есть свое имя И это имя связано не с каким-то дядькой Или теткой Которые когда-то жили Неизвестно когда А конкретно с природными явлениями То есть Иван Царевич впервые Четко Название имени каждого дня Сопоставил С природным явлением Которое происходит И имеет для каждого из нас большой смысл Сегодня, здесь и сейчас Пимены это пространство меняющее Народная традиция За сбор рябины и калины Первый поклон Рябиннику Птицы первыми Лакомятся ягодами рябины Милостиво будет зима Крестьяне, но если ягод На рябине Останется много На Пимена было принято Начинать сбор рябины Однако это делали Очень аккуратно И только после этого Как ягодами Полакомятся птицы На рябине На Святой Руси Ставили квас Ее варили в меду Использовали Как начинку для пирогов Рябиновое вино Ценилось далеко За пределами страны Сушеную рябину Заваривали Вместе с травяными сборами В качестве витаминного чая А недавно был В Татарстане Под Казанью На фестивале мира В родовом поселении Радостно И там я видел Древнерусского старца И он Ему очень много лет И он на таком бодрячке И вот он Еще в Советском Союзе Ездил и искал Разных староверов И старобрядцев И многих встретил И пытался их В советскую веру В коммунизм обратить Такой дедок интересный Но при этом Интересовался их неверой И оказывается Есть мощнейшее Такое движение Староверов Или старобрядцев Называется Рябинники И у них там Самое святое Что есть в жизни Это рябина И вот они Рябине поклоняются Ее едят Ее боготворят И это говорит о том Что действительно Рябина Это очень Очень важная Ягода И я вас Приглашаю Изучать ее Потому что Не зря Существовали И может быть До сих пор Существуют Такие старобрядцы Рябинники Народи Народи бытовало По вере Что рябина Относилась К тем деревьям Которые могут Сами за себя Отомстить В случае Нападения На них Поэтому Когда людям Нужно было Собрать ягоды Или сломать Несколько ветвей Рябины Они вслух Объясняли Дереву Смысл своих действий И просили Прощения Девушки В этот же день Делали себе Рябиновые бусы Это очень Важная Бережная тема Я когда маленький был Еще не было Всех этих гаджетов И мы делали Эти рябиновые бусы Мы кушали Много рябины И поэтому Видите Иван Царевич Получился Нанизывая Ягоды Рябины На красную нить Такие бусы Считались Мощным Женским Оберегом От глазов Лечили Бесплодие Дарили Плодовитость А незамужних Девушкам Обещали Скорую свадьбу Кстати Очень часто Во время Свадебного Обряда На невесте Также Были надеты Рябиновые бусы Еще Одним Рябиновым Обрядом Этого дня Было Развешивание Грязей Ягод Под крышей Дома Считалось Что это Принесет Всем живущим Нем Большое Счастье И удачу И вы поймите Этот календарь Составлялся Когда В крестьянской Семье Было По 10 16 Детей Это говорит О том Что люди Были Тогда С царем В голове Они лучше Понимали Природу Чем Чем Мы Мы С вами Горожане У которого Один Два Ребенка И вы Такие Ой Наши Предки Глупые Рябинку Размешивали Так Кто Здесь Глупый Кто Здесь Больной На всю Голову Я вас Приглашаю Изучать Мудрость Предков Потом Начинать Практиковать И Начать Наконец Таки Чувствовать Природу Как Что-то Живое Понимаете Почувствовать Духи Леших Домовых Русалок Мавок Леших Стоговых Приметы На этот день Рябина Пожелтела Бабье Лето Удастся А зима Придет Рано И будет Морозной Позднее Цветение Рябины К долгой И теплой Осени Если Рябины Мало Осень Осенний Сезон Будет Засушливым А если Много Рябины То Дождливым И холодным Изобилие Ягод Говорит О том Что зима Будет Долгой И холодной Двое Пименов С Анфисой Об руку Стоят Савис Кирнику Навстречу Вышли Это название Дней Календаря Месяца Слова Рябина Цветет Рясно Много Овса Будет Добрые Молодцы И Красные Девицы 365 Праздников В году Пока я эту Книгу Подготовил У меня Закипел Колобок Потому что Это Грандиозный Труд Впервые За последние 300 лет Народный Календарь Приведем В божественный Порядок Согласно Нашей Народной И природной Вере В солнце Красное Звезды Частые В мать Сырую Землю Приглашаю Всех детей Природы Жить В гармонии С природой Матушка Ура Редактор субтитров Субтитров